Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мой доклад посвящен лечению различных эпохолей кожи теми способами, которые мы на сегодняшний день используем в нашей практике. Если говорить о немеланомных раках, то, конечно, это не такие фатальные исходы, как в тех случаях, которые были представлены ранее, но с учетом уровня заболеваемости и последующей инвалидизации, социальной дезадаптации, это достаточно серьезная проблема. Я не буду подробно останавливаться на цифрах, они представлены на слайде. Если говорить о сравнении заболеваемости в России с другими странами, у нас, конечно, эта заболеваемость гораздо ниже по сравнению с теми странами, другими это связано, очевидно, с генетикой определенной, с умеренным климатом, с солнечной инсталляцией, какими-то другими моментами, но тем не менее. Если говорить о тех подходах, которыми мы на сегодняшний день руководствуемся, вот это достаточно популярный слайд, который кочует из презентации. Презентацию на различных конференциях, когда говорят, что мы используем руководство, гайдлайны, а также мы используем в качестве критериев выбора метода лечения какие-то индивидуальные особенности пациента, а также возможности врача, возможности лечебного учреждения, и вот в этом как-то пытаемся выбрать тот метод, который будет оптимальным, как нам кажется. Так это или не так? Давайте с вами попробуем разобраться при сравнении различных методов лечения. Но прежде давайте посмотрим, что же мы вообще имеем в своем арсенале. На сегодняшний день отечественные клинические рекомендации говорят о том, что при выборе метода лечения мы должны руководствоваться характеристикой опули, клиникой морфологическими характеристиками, количеством очагов, их локализация, размер глубины инвазии, соматическое состояние, точка. Как мы должны это использовать в отечественных рекомендациях, алгоритмизации нет. Но тем не менее приводится перечень всего того, что мы имеем в нашем арсенале. Это на первом месте хирургическое лечение в пределах 4-6 мм, когда мы хорошо видим границы этих опухолей, криодеструкция, описан метод МОЗ, при этом дается ссылка, что он не получил достаточно широкого внедрения лучевая терапия, лазеротерапия, а также электрокоагуляция и кюритаж. Это то, что мы имеем в наших клинических рекомендациях. Это корреспондируется с теми методами исследования, которые используются в зарубежных руководствах, и, собственно говоря, здесь ничего нового другого нет, но весь вопрос заключается в том, какими критериями мы пользуемся. Если посмотреть на факторы риска, которые определены в национальных клинических рекомендациях, я обращу ваше внимание на то, что при локализации в области лицевого скелета мы по-прежнему относим к низкому риску все опухоли, которые мы визуализируем до 6 мм. И только более 6 мм мы относим к высокому риску. И важный момент – это гистологический подтип. Надулярные поверхностные относим к низкому риску, а все остальные подтипы мы относим к высокому риску. Теперь возникает вопрос, а как мы это используем в своей практической деятельности? Давайте посмотрим, как об этом говорят популярные на сегодняшний день стандарты НССН. В октябре месяце прошлого года был актуализирован стандарт, который вступил в действие с 1 января 2017 года. Обратите внимание, что любая локализация опухоли в области лица уже относится к высокорисковой в части рецидива, вне зависимости от размера. Но патоморфологический тип, также надулярный поверхностный относится к низкому риску, все остальные по типу относятся к высокому риску. Теперь, если у пациента есть любой из факторов высокого риска, хотя бы один, он априори относится к факторам высокого риска, а от этого зависит выбор метода лечения. В инсесеновском стандарте, давайте вот еще два слова скажу в отношении наших представлений о гистологическом морфотипе. Мы с вами очень часто сталкиваемся, что мы получаем ответ диагностической биопсии, базально-клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи, точка. На самом деле очень важным является то, какой морфологический тип определяется при этом. Если 30-40 лет назад говорили о четырех морфологических типах, на сегодняшний день наиболее частым и используемым является ВОЗовская классификация, которая выделяет 8 морфологических типов, на сегодняшний день в международных обзорах, литературах описано уже порядка более 60 различных морфологических типов, и практически все они относятся к агрессивным типам, потому что они характеризуются высоким риском рецидивирования. Итак, инсесеновский стандарт. Так же, как и национальная рекомендация, он говорит о том, что прежде чем мы что-то с вами принимаем в плане решения, каким методом мы должны лечить, это выполнение все-таки биопсии, определение морфотипа и агрессивности гистологического типа. Очень часто мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда мы получаем заключение базальный клеточный рак, плоскоклеточный, точка. Все, морфологического типирования патоморфологи нам не дают, к сожалению. А от этого зависит определение степени риска и, как я уже говорил, выбор метода лечения. Итак, биопсия, которая помогает нам определить высокий или низкий риск. Если это низкий риск, инсесеновский стандарт дает рекомендации кюритаж и электрокоагуляция, обычная хирургическая экстезия, лучевая терапия, другие методы лечения могут использоваться, но они находятся в разделе дискутабельности. Если же мы имеем опухоль высокого риска, а я напомню, в инсесеновском стандарте любой размер опухоль, будь это 2 мм, а не 6, 10 или 20, он уже попадает в раздел высокого риска. То при этом на первом месте является микрографическая дерматохирургия. На втором месте стандартная экстезия и, опять же, определение границ резекции и в зависимости от того, что в краях резекции мы с вами получим, дальнейший путь. Нужно сказать, что помимо инсесеновских стандартов существуют различные национальные стандарты, которые алгоритмизируют действия специалистов, занимающихся опухолями кожи. Вот пример британского стандарта, я не буду здесь подробно останавливаться, таблица достаточно информативна. В зависимости от того, какой морфологический тип, размер опухоли и степень риска, рекомендуется тот или иной вид, выбор метода лечения от фотодинамической терапии, топической наружных средств, кюритажа, радиационной терапии и микрографической хирургии по МОСу. И есть методы, которые рекомендованы и те, которые не рекомендованы. Обращу ваше внимание, что фотодинамическая терапия на сегодняшний день рекомендована только в случаях либо низкого риска, либо поверхностных форм базально-клеточного рака. У нас, к сожалению, на сегодняшний день дерматологи, косметологи очень широко используют так называемые деструктивные методы лечения, не определяя морфотипы. Потом мы с вами получаем уже совсем другие клинические формы, с которыми приходится очень сильно и долго разбираться, о чём мы с вами сейчас посмотрим дальше. Вот пример принятия решения Американской Ассоциации дерматологической хирургии в зависимости от того, какую форму опухоли кожи мы видим. И здесь достаточно чётко в зависимости от размера, морфотипа, локализации тоже есть путь, по которому идёт принятие решения. То ли это будет микрографическая хирургия по МОСу, то ли это будут какие-то другие методы лечения. К сожалению, ещё раз вот скажу, в наших отечественных рекомендациях пока такого алгоритма нет и чем мы должны с вами руководствоваться, но только тем, о чём с вами поговорим. Конечно, когда мы с вами видим такие новообразования, нам кажется, что это несерьёзно. Ну, какие-то небольшие изменения, какие-то небольшие папулки. И здесь вряд ли кто-то будет очень много задумываться, принимать решения. Да, сейчас быстро это сделаем, неважно даже каким методом. Правильно это или нет? Давайте посмотрим, что бывает дальше. Ведь в этом этапе мы должны с вами определить, а сколько мы должны отступить. Границы достаточно хорошо видны, да? 1, 2, 3, 5 или 10 миллиметров здоровой ткани нужно захватить. Всегда решается как бы индивидуально. К чему это приводит в дальнейшем? На этих слайдах уже немножко другие морфологические формы. Здесь нам нужно будет уже не быстро принять решение, подумать, потому что здесь склеродермоподобное, здесь локализация в области орбиты, угловой артерии, здесь краевая зона века, здесь хрящ. Здесь уже нужно подумать, каким методом наиболее оптимально будет лечить этих пациентов. А вот результаты многолетних различных воздействий на этих пациентов. Эти пациенты уже в течение ряда лет получали различные виды лечения. И хирургическое лечение, и лочевую терапию, и наружную терапию. Этот пациент в течение 8 лет приезжает в одну из московских клиник, и ему раз в год понемножечку убирают. Видите, вот подковообразный какой рост. Ну, здесь тут комментировать тоже не нужно. Здесь практически вес свод черепа были использованы практически все методы. И к чему это может на самом деле привести? Вот склеродермоподобная форма базально-клеточного рака. Вы видите рубцовые изменения в области спинки носа, прорастание опухоли рецидива в область краевой зоны внутренней спайки век, а на МРТ мы видим, что опухоль распространяется в полость орбиты. В данном случае была проведена реэксцизия, пересажена кожа. Тем не менее, это не уберегло пациента от рецидива. И на этом слайде вы видите, что имеется сквозной дефект кости. Конечно, это уже достаточно серьезные случаи. Но вот еще один яркий пример пациентки, которые в течение 17 лет на ней испробовали все методы, начиная от кюритажа, криодеструкции, электроаккуляции, лучевой терапии. Конечно, здесь все закончилось экзонтерацией орбиты. Вот еще примеры достаточно длительного лечения пациентов с самыми различными методами. Здесь применялись и деструктирующие методы лечения, и лучевая терапия у этого пациента. Извините, сейчас вернусь. Да. Вот так. А вот пример пациентов, которые вообще никогда никакого лечения не получали. На мой взгляд, даже не очень большая разница с предыдущим слайдом. Но, конечно же, таких ситуаций у нас с вами быть не должно. А вот пример пациента, которого я оперировал в госпитале Асуте. 96-летний мужчина затруднился сказать, сколько всего операций у него было. Если вы посмотрите, здесь достаточно много снимков, практически на всей поверхности лица свода черепа вы увидите рубцовые изменения. Ему было выполнено более 26 операций за 20 лет. По поводу первичных форм базально-клеточного рака. Называется «Почувствуйте разницу». Итак, вот этот тезис о том, что индивидуальные особенности пациента и возможности врача все-таки не выдерживают никакой критики. Мы с вами должны принимать решения на основе тех гайдлайнов, которыми мы пользуемся, и выбирать тот метод лечения, который будет для пациента наиболее эффективным. Вот самый ключевой слайд, о котором я хотел сказать, это зарубежные данные. Риск рецидива при мосхирургии менее 1%, при стандартной хирургической эксцизии более 10%. На остальных не будем останавливаться. Почему так происходит? Ну вот еще буквально пару слов в отношении того риска рецидива в зависимости от того, какой отступ выполняется при стандартной хирургической эксцизии. Если опухоль до 1 см, риск рецидива при отступе 5-5%, при опухоли от 1 см, риск рецидива при отступе 5 мм уже 18%. Это при стандартной хирургической эксцизии. Есть другие данные, которые показывают нам, какой риск рецидива в зависимости от отступа и что мы получаем в итоге. Почему так происходит? Мы с вами видим опухоль. Даже если мы хорошо отступили, мы не всегда увидим вот то, что остается глубоко в тканях. Почему это происходит? Казалось бы, достаточно широкий отступ при стандартной хирургической эксцизии и проведении иссечения по краю опухоли при микрографической эксцизии. Но такая большая разница. Объясняется эта хирургическая техника и тем, что мы получаем при патоморфологическом исследовании. Можно запустить видео, пожалуйста? Коллеги, видео. Итак, когда выполняется микрографическая хирургия по методу МОСа? Можно нажать, чтобы видео пошло? Ну, там вот воспроизведение. Да. Вот мы видим, визуально определяем опухоль. Она иссякается. После этого делается отступ 1 мм. И осуществляется не вертикальный, а под углом 45 градусов вырез по типу блюдца. После чего интероперационно гистологически смотрится не вертикальная, а горизонтальная секция, которая позволяет выявить выросты опухолевой ткани. Вы видите, что с одной стороны мы видим чистую поверхность, с другой стороны мы видим выросты. Здесь вырез не осуществляется. Осуществляется дальнейшая секция в этой зоне, где были опухолевые клетки обнаружены. В дальнейшем снова проводится горизонтальная секция, выявляется следующий патологический очаг, и в этом месте проводится секция. И так продолжается до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что при горизонтальной секции не осталось опухолевых выростов. Это позволяет нам сэкономить здоровые ткани и быть уверенными в том, что мы убрали практически все опухолевые клетки в опухоли. Можно презентацию дальше? Чем это обусловлено? Буквально несколько слайдов еще вашему вниманию. Презентацию можно повернуть? Ну вот следующий слайд, как включить? Да. Обратите внимание, коллеги, значит, при стандартных хирургических связей, когда мы делаем достаточно широкий отступ и делаем вертикальные срезы, что мы получаем от врача-патоморфолога. Краевой срез, здесь опухоли нет. С другой стороны, краевой срез, здесь опухоли нет. Опухоль, срез через опухоль, мы видим, что опухоль есть в срезе, но по периферии этого среза все чисто. Врач-патоморфолог дает ответ, в краях резекции все чисто. Однако, между этими срезами расстояние достаточно большое. И вот эта часть, которая остается не выявленной при патоморфологическом исследовании, это ограничение стандартной хирургической эксцизи и стандартного патоморфологического исследования, при котором можно выявить не более одной поверхности удаленной ткани. Микрографическая техника помос, она предполагает горизонтальную секцию с дальнейшим построением трехмерной модели опухоли, что дает нам возможность увидеть 100% поверхности удаленной ткани. Это достигается за счет своеобразной припоровки тканей, проведения разметки и выкладки удаленного образца на столик и приготовления гистологических срезов. Давайте технику эту пропустим. Тем не менее, что это дает? Цель – это полная элиминация опухолевых клеток, максимальное сохранение окружающей здоровой ткани. Все это достигается за счет 100% оценки всей поверхности удаленной ткани. И что самое важное, это горизонтальная секция при проведении интероперационного патоморфологического исследования. Как это протекает у нас практически на сегодняшний день? Перед операцией осуществляется дерматоскопия, фотодокументирование, разметка, местная анестезия и дальше послойное сечение. После того, как был удален фрагмент кожи, который мы не всегда видим, здоровые ткани, нездоровые ткани, потому что границы могут быть не видны, у нас есть всего лишь 10 минут для того, чтобы то, что мы иссекли, исследовать под криостатом. Осуществляется припоровка, разметка, материал выкладывается на криоэмбендер, осуществляется его быстрая заморозка, приготовление достаточно большого количества слайдов, срезов, которые совместно с патоморфологом изучаются под микроскопом. После чего строится трехмерная модель опухоли, и это дает понимание того, где у нас чистый край резекции, а где у нас есть опухолевые возрасты для того, чтобы можно было провести реэксизию, и все это делается в течение одного операционного дня. Но это пример того, чем на сегодняшний день оснащена наша патоморфологическая лаборатория. Синим это желательно, менее то, что иметь для этих исследований. Красным, то без чего, собственно говоря, такое просто невозможно. Несколько слов о команде. На сегодняшний день кто выполняет вообще эти операции? Если говорить о Соединенных Штатах Америки, где был разработан этот метод, этим занимаются дерматологи, которые прошли специальную подготовку по МОЗ-хирургии и дерматопатологии. Это один человек. Они все первичные раки оперируют, сами смотрят и в микроскоп, и сам он осуществляет оперативное вмешательство. Это вообще в основном офисная хирургия. Если говорить об Евросоюзе, это тоже дерматологи, прошедшие такую же специальную подготовку по дерматопатологии и МОЗ-хирургии. В Израиле несколько иная ситуация. Там в основном этим занимаются пластические хирурги, прошедшие специальную подготовку по патоморфологии. Или это пластический хирург, работающий совместно с патологом, когда они вместе во время операции оценивают края резекции. На сегодняшний день у нас на базе маняков создана мультидисциплинарная бригада, в которую ходит несколько специалистов, потому что, к сожалению, мы видим не первичные раки, а достаточно запущенные формы, и один врач уже не может это сделать. По сути дела, я вам представил абсолютно все. Две минуты вашего внимания, клинические примеры. Пациентка с пигментной ксеродермой с 2015 года, достаточно много у нее проводилось различных методов лечения, электрокоагуляция, кривая хирургия. Тем не менее, это не уберегло ее от рецидива. И, как вы видите, здесь понять края опухоли практически невозможно. В результате нескольких заходов вот такой вот дефект у нее получился после эксцезии. Вот результат пациентки через два месяца. Дальше. Пациент с 2010 года первичная опухоль, инфильтративный микронодулярный рост. В течение трех лет он получил множество курсов фотодинамической терапии. Вот результат эксцезии после четырех последовательных эксцезий по мозг. Это результат сразу после операции. Вид пациента через два месяца. Здесь осуществлен ротационный лоскут. Хирургическую технику подробно рассказывать не буду, а на присутствующем здесь понятно. Вот этот интересный случай. Посмотрите, крыло носа здесь такое, здесь вот такое. Края опухоли также достаточно плохо видно. Здесь было выполнено четыре последовательных иссечения. Трансплантация хрящевой ткани, лоскут из-за носощечной складки. Вид пациента через три месяца. Пациентка после лучевой терапии, вот после лучевой рубец, на фоне которого возник рецидив. Спустя семь лет с этим рецидивом она ходила два года, обратилась к нам. Вот было проведено ей оперативное вмешательство по этой технологии. Вот этот пациент очень интересный. Значит, в 2009 году первичная опухоль в области носа. И в течение трех лет он получил более десяти сеансов в одной из частных клиник города Москвы, где ему CO2 лазером раз в два месяца проводили деструкцию. Ну и когда у него появилась еще одна опухоль в области орбиты, он решил обратиться уже в другое место, попал к нам. Была проведена хирургическая экстезия по носу. Вот здесь было три этапа. Вот такой дефект образовался. Ну дальше вы видите результат этой работы. Вот здесь у пациентки также было проведено более трех курсов фотодинамической терапии. Казалось бы, вот почти ничего не видно, но при гистологическом исследовании было обнаружено, что инфильтративный рост в опухолевой ткани. Было проведено четыре секции. Вот такой дефект в итоге сформировался, сформирован на золобиальный лоскут. Вид пациентки спустя полгода. Ну и вот пример еще одной пациентки. Обратите внимание, здесь опухоль распространяется. Зона фильтра под носом, полностью латеральный край над верхней губой. Слева с захватом губы с правой стороны, угол рта и с распространением опухоли вдоль щеки. Этой пациентке было выполнено семь последовательных этапов истечения опухоли. Вот такой образовался дефект. Это вид пациентки на следующий день. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Спасибо. Есть ли вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.